Казахстан и Узбекистан будут бороться с экологическими проблемами совместными усилиями. Сенат ратифицировал соответствующее соглашение. Документ охватывает семь важных направлений. В первую очередь это восстановление Аральского моря. Отмечу, что на нашей территории на протяжении трех лет новые саши части водоема засаживают с Аксаулом. На эти цели потратили 6 миллиардов тенге. Переживаемость растений при этом составляет всего 30%. В следующем году чиновник обещает изменить ситуацию. Сейчас прорабатывается вопрос по созданию питомника непосредственно на самом Дне Аральского моря, чтобы данные саженцы были максимально адаптированы к посадке и вопросы приживаемости, чтобы были решены. На сегодняшний день по научным работам приживаемость Аксаула составляет около 30%. Соглашение также затрагивает борьбу с браконьерами, охотящимися на мигрирующих животных. Страны намерены пресекать незаконный отлов и торговлю с айгаками, джейранами и архарами. Заключенные договоренности затрагивают и трансграничную перевозку опасных отходов и их удаление. Два года назад было принято постановление правительства, где четко описаны правила ввоза, вывоза и транзита опасных и других отходов на территории Казахстана. Так как Узбекистан у нас не является членом Евразийско-экономического союза, то ввоз, перевозка опасных отходов будет осуществляться только на основании лицензии. И я хочу еще раз подчеркнуть, что на территории Республики Казахстан захоронение опасных отходов запрещено. Спасибо.